друзья приветствую всех на предпоследней торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями если они есть и конечно же не забывайте ставить лайки ну что ж сегодня мы подведем итоги заседания американского регулятора посмотрим как они сказались на динамике финансовых активов хотя бы вы наверняка все же сами видели несколько переоценили мы может быть значимости последствий решения фрс для рынка потому что тот же самый индекс доллара который в принципе должен был показать вчера динамику с высокой волатильностью индекс доллар остался на тех же самых значениях в районе 94 пунктов а если говорить в целом в качестве первой реакции на итоги заседания доллар даже проседал как мы и предполагали что привело к локальной поддержке для рисковых инструментов главный вывод сделали фрс условия на финансовых рынках такими чтобы все стали закладываться под скорое ужесточение монетарной политики я рекомендую посмотреть на то что происходит на американском фондовом рынке если бы такие условия на а площадках были бы созданы если бы фрс реально напугал а инвесторов что скоро ликвидности вот этой щедрой бесплатной просто больше не будет то фондовый рынок развил бы мощную коррекционную динамику которая потенциально могла бы перерасти в новый нисходящий тренд этого не произошло друзья потому что были определенные комментарии касательно перспектив процентной ставки которые успокоили рынка и инвесторы вчера сломя голову бросились в новые родира в новые покупки которые привели к тому что сэнпи отправился к новым максимум я уже сбился со счета какие-то максимумы за очень короткий промежуток времени но ранее делал на этом акцент а сэнпи друзья чтобы так вскользь и затронуть этот актив 4652 пункта у меня заветная цель которая просто немыслимой казалось некоторое время назад 4 700 является и если если абсолютно неправильное слово потому что очевидно что фондовый рынок до туда доберется особенно теми темпами роста которые мы наблюдаем после того как 4 700 этот рынок этот инструмент протестирует как а планку ценовую я на какое-то время надеюсь продолжительное будет отдохнуть я оставлю покой фондовую секцию но буду как и ранее давать вам информацию потому что возможно кто-то из вас смелее кто-то считает и видит а горизонты роста выше 5000 пунктов где-то в глубине души я понимаю что но есть пока потенциал для реализации даже таких значений но друзья я думаю что иногда нужно благодарить рынок точнее даже это нужно делать чаще за те возможности которые ранее были предоставлены фиксироваться выходить в кэш и собственно занимать выжидательную позицию искать и какие-нибудь и новые инструменты новые точки входа новой инвестор идеи возвращаясь к индексу доллара перед выходом итогов перед оглашением итогов седания фрс был неплохой фундамент и дп которые оказались лучше прогноза 571 тысячи новых рабочих мест аэсэм производственная активность сфере услуга 66 и 7 тоже один из многомесячных максимум один из лучших показателей за время пандемии и на этом фоне возможно у фрс появилось больше смелости все-таки дать то решение которому рынок готовили и готовили сами представители американского регулятора это сократить программу количественного смещения как мы предполагали без каких-либо изменений отклонения от намеченной дорожной карты минус 15000 точнее 15 миллиардов долларов в месяц уже кстати с конца ноября и на полное сворачивание программы количественного смещения понадобится в 8 месяцев то есть к июне июлю фрс а полностью и завершить а теперь самое главное что будет с процентными ставками и как раз комментарии по этой теме стали причиной из-за которой доллар не решились участники рынка купить потому что пал во время пресс-конференции отметила что сокращение программы количественного смещения это отнюдь не то же самое что начало повышения процентной ставки и как только программа будет свернут это не значит что через месяц американский регулятор анонсирует первое повышение первое серьезное ужесточение монетарной политики этого не будет до тех пор пока фрс американский регулятор не увидит что американская экономика достигла основных цельевых показателей как по инфляции так и по рынку труда но в отношении рынка труда мы в пятницу уже разберемся как там дела с сектором целом после выхода данных он фарм фэрлс что касается инфляции то тут уже к сожалению ждать придется очень и очень долго потому что скорее всего периода более высоких цен это то что с нами надолго возможно даже мы будем наблюдать такой тенденции из-за последствий к вида из-за трудностей с логистикой срыва цепочек поставок из-за того что производители перекладывают издержки на потребителей в общем рост цен может быть остаться тенденции скажем на протяжении всего 22 года соответственно американский регулятор не сможет таких условиях действовать в плане именно корректив процентной ставки поэтому отсутствие конкретики по срокам повышения процентной ставки стало тем что разочаровала покупателей доллара и не позволило им затащить индекса выше 94 пунктов мы же остались друзья ровно а с тем чем были до оглашение итогов и я собственно сохраняем короткую позицию и продолжаю пока с не меньшим энтузиазмом работать с риском в частности ждем доллар канадец на отметке 1.23 1.22 кстати говоря сегодня эстафету важнейших фундаментальных событий фрс и перехватывает уже заседание опек и заседание банка на заседание опек в 12 по московскому времени позже а будут и итоги хотя в прошлый раз на то чтобы огласить итоги и конкретные выводы заседания а странам ближневосточного картеля понадобилось все почти две недели надеюсь то что в этот раз они все-таки будут там более собранными и смогут прийти к какому-то знаменателю раздах а раньше я не ожидаю роста добычи выше тех уровней которые были согласованы ранее то есть уже делал акцент на то что весь интерес заключается в том что реальный уровень добычи сейчас ниже запланированного странами опека может быть это следствие того что недостаточной производственной мощности мы видим что в анголе в нигерии реально от месяца к месяцу объем нефтедобычи продолжает снижаться может быть это какая-то кулуарная активность стран опек и их реализация плана по поддержанию цен на высоких уровнях если это так друзья то на мой взгляд странам опек сейчас не нужно делать абсолютно ничего как раз те самые условия когда нужно оставить все как есть чтобы поддержать дальнейший рост цен и обеспечить дополнительный приток нефти долларов в бюджеты соответствующих ближневосточным государствами не только потому что не только ближний восток а в содружестве а страны опять плюс поэтому сейчас котировки по бренду 81 40 реакция снижение вчера это реакция на запасы которые выросли может быть даже на новость о том что переговоры с ираном возобновятся но когда друзья в конце ноября ты так и не скоро до конца ноября с рынком нефти может произойти все что угодно может далеко добраться до 100 долларов за баррель а потом мы сидим к тем уровнем который мы видим сейчас сегодня я ожидаю что рынок нефти получит хорошую поддержку и снова уйдет выше 85 долларов за баррель вот такое мощное фундаментальное событие и второй момент это заседание банка англии пара фунт доллара сейчас котируется на отметке 1.3653 по факту сегодняшнего заседания в 15.00 по московскому времени ставка может быть поднята на 0.15 процента ранее вышел отчет по сфере услуг который растет уже 5 месяца как сектор подряд пятьдесят девять и один из пятидесяти пяти четырех возможно даже один из самых лучших показателей за все время наблюдения за от статистикой и на этом конечно же учитывая что сфера услуг это 80 процентов ввп англии может британский регулятор расщедрится еще и с рисками роста инфляции дать вот это решение по росту процентной ставки в таком случае пара фунт доллар окажется на новых локальных максимумах и точно протестирует сопротивление 137 8 друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии она обещает быть крайне насыщенной ждем завтра подведем итоги всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...